Слава Тебе, Боже, да слава Тебе! Пресвятая Богородица, спаси нас! Светитель, очи наш, Николая, были Бога у нас! Преполомни, учина Сергия, были Бога у нас! Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Житие и страдания святого преподобномученика и исповедника Феодора и брата его, преподобного Феофана, начертанных, 27 декабря, среди мучеников, пострадавших за Христа, одни подвязались за христианскую веру, противостоя защищавшим свое идолопоклонническое заблуждение язычникам, другие же, подвязаясь за правую веру против христиан же, но только не православно веровавших, понесли не меньше трудов, чем первые, за что и получили равные с ними венцы. В ряду последних находится дивный и великий Феодор. Феодора возрастила Палестина, данная Богом в наследие Аврааму и справедливо называемая землей обетованной, так как не только из нее вышел весь лифт пророков и патриархов, но и сам Христос по плоти произошел из нее же, а также и весь собор богоугодных апостолов. Та же страна явила миру и этот святильник веры, и столб благочестия. Святого Феодора, ибо его благородные родители, все состояние богатства, которое заключалось в том, что они именовались христианами, жили во Святом Граде Иерусалиме. Святой Феодор еще в юности приобрел великую мудрость, и в отроческих летах он обладал уже не отроческим умом. Вместо того, чтобы заниматься детскими играми или увлекаться зрелищами, он постоянно пребывал в храмах Божиих, и не было для него ничего приятнее, как взбирать на дела благие и честные и поучаться им. Вместе с тем он обнаружил также беспрекословное повиновение своим родителям. Одним словом, преподобный подобно плодоносному саду с самого начала своей жизни показал, каков он будет впоследствии. Когда он подрос, родители отдали его в монастырь Святого Саввы, одному ученому и добродетельному пресвитеру, чтобы он изучил божественные книги Священного Писания, а вместе с этим и обучился и страху Божию. У Феодора был брат по имени Хеофан, моложе его по возрасту, но равно ему по добродетели. Он вместе со старшим братом находился в обучении у одного и того же пресвитера. Обладая острым умом, Феодор в короткий срок прошел всю преподанную ему книжную премудрость. Недовольствуясь этим, но стремясь к приобретению более высоких познаний, он вышел из обители и, найдя одного преклонных лет человека, преисполненного мудрости, и упросил его, чтобы тот взял его к себе в ученики. От этого человека свято Феодор не только вполне усвоил всю внешнюю мудрость, мирскую, но также приобрел прочные навыки в духовном ведении. Он научился от старца презирать мир и все мирское, и овладев совершенствием обеими науками, мирской и духовной, снова вернулся в обитель святого Саввы, сделавшись иноком и творя угодные Богу дела, Феодор многих превзошел своею жизнью. Кто был там более кроток, чем он? Кто, не злобивая его, кто воздержнее? Кто лучше его знал время, когда надо было молчать или сказать что-нибудь, или исполнить какое-либо дело, так, чтобы не нарушить свое безмолвие, не потерять случай сказать в свое время что-нибудь полезное, не пропустить какую-либо монастырскую работу? Кто в такой степени умертвил свое тело, обуздал язык и глаза и отразил нападение помыслов? В какой сделал все это Феодор? За такие его добродетели по Божьему смотрению и пожеланий всех братьев и обители, иерусалимский святитель посвятил его в санкт-пресвитера. Таким образом, обитель святого Саввы имела его у себя как добрую пчелу, прибежно собирающей мед добродетелей. А Феодоре надо еще сказать, что он уподобился пророку Иеремии, которому сказано «Прежде, нежели мне создать тебя в очреве, познал я тебя, и прежде, нежели выйти тебе из ложезн, осветил тебя». Ибо когда он еще отроком жил в лавре и обучался грамоте уж упомянутого пресвитера, то этот боговдохновленный муж пророчествовал о нем, что «Этот прекрасный юноша завершит свою земную подвижническую жизнь мученической кончины ради Христа». Это и сбылось впоследствии, как покажет дальнейшее повествование. В то время снова вспыхнула иконоборческая ересь, искорененная из церкви после Льва и Саврянина, Константина Капронима и его сына Льва, и преданная проклятию Седьмым Вселенским Собором, созданным благочестивой царицей Ириной и ее сыном Константином. Вновь постановил эту ересь защитивый царь Лев Армянин, о первоначальной жизни которого здесь уместно будет сказать несколько слов. Царствование Никифора. Никифор царствовал с 802 по 811 год. Он был сперва начальником армянской гвардии, а потом знатным цановником и предводителем восточной армии. Затем он хитростью взошел на престол, свергнув доброго и благочестивого царя Михаила по прозвищу Рангава царства с 811 по 813 год, который он заставил пострижься в иночество. При этом он оскопил его сыновей Игнатия и Ефилакта и отослал Михаила с женой и детьми заточения. Когда святейший патриарх Никифор венчал льва армянина в соборной церкви на царство и возлагал на голову его венец, то почувствовал в руках своих боль, как оттерния, как будто венец в руках святителя стал терновым, причинявшим болезненные уколы. И понял тогда святейший патриарх, что это ясное знамение тех великих скорбей и бедствий, которые нанесет впоследствии Христовой церкви этот царь. Вначале лукавый царь скрыл отоившуюся в нем ересь и казался как бы благочестивым, пока не укрепился на престоле. Но после Великой войны с болгарами, которой он явился славным победителем, он наконец извергнул таящийся в нем яд злобы, открыто показав себя иконоборцем. Началось это так. Вернувшись с войны, царь вспомнил об одном затворнике, некогда предсказавшем ему, что он будет царем, что и сбылось. Задумав отблагодарить его за это пророчество, царь поставил ему с одним верным слугой разные дары – золотые и серебряные сосуды, различные кушанья и индийские ароматы. Но царский посланник не застал уже этого инока, так как тот скончался, а вместо него в том же затворе жил ученик его Саввати. Посланник, царский, стал уговаривать его принять царские дары, присланные его учителю, и помолиться о царе. Но Саввати отверг дары, а вместе с ним и принесшего их и назвал царя недостойным царского престола за то, что он почитает иконы и повинуется догматам, установленным прежде царицей Ириной и бывшим патриархом Тарасием. Святой Тараси управлял Константинопольской церкви 1884 по 1806 год. При этом окаянный злословил Ирину и своих советников по имени Феодота, сына милистийского Патриция Михаила по прозвищу Кассетера и наедине советовался с ним, что делать. Феодот уже давно был заражен иконоборческой ересью и только выжидал удобного случая, чтобы открыто исповедовать свое нечестие. Он дал царю следующий совет. В Дагестинском монастыре сказал, но живет один святой инок, чудотворец и прозорливец. Надо с ним побеседовать и поступить так, как он посоветует. Когда царь согласился с ним, Феодот тайно поспешил в Дагестинский монастырь к намеченному им чернористу, который был еретиком. Придя к ним, он сказал, в наступающую ночь царь придет к тебе в худой одежде, чтобы побеседовать о вере в других предметах и получить от тебя разумный совет. Ты же убеди его принять отвергнутые догматы прежнего царя Льва и Саврянина и выбросить из Божьего храма идол, так как Аян называл святые иконы. Затем постарайся устрашить его, что если он этого не сделает, то в скором времени вместе с жизнью лишится и царства. Если же он пообещает исполнить это, то пророчески предреки ему долгую жизнь и благополучное царствование. Таким образом, еретик Феодот еретиком же иноком сговорились привлечь к своему нечестью царя, имевшего удалопреклонной к их замыслу сердца. Ничего не зная о лукавстве Феодота, царь ночью встал и в худой одежде, чтобы не быть узнанным, пошел к этому ложному чудотворцу и лживому пророку. Проводником его был все тот же Феодот. Когда они пришли к упомянутому тернористу и беседа уже началась. Терноризе, стоя около царя и как бы по божественному откровению узнал об его царском сане, с удивлением произнес. «Нехорошо поступил ты, царь, скрывая перед нами под худыми одеждами свое царское достоинство. Но хотя ты и поступил так, однако благодать Духа Божия не позволила нам долго оставаться в неведении и открыла, что ты царь, а не простой человек». Царь пришел в ужас от этих слов и, убедившись от святости и прозорливости тернориста, поверил его пророческому дару и способности чудотворения. Он легко склонился к тому, что тот приказывал, нисколько не сомневаясь во всем, чтоб пророчествовали его уста. И принимая гибельный для души и полный змеиного яда совет юридика, как здравый и душеполезный. Немедленно же он обещался исполнить все советы тернориста, наученного подобным ему юридиком Феодотом, и ушел в полный злого намерения воздвигнуть гонения на святые иконы. И вот, подобно сильной буре, нечестивый царь начал возмущать покой Церкви Христовой. Святейшего патриарха Никифора, не потворствовавшего его нечестивого намерения, он сослав заточение в проконис. Точно так же изгнал он и заключил в отдаленных странах все правители известного званиям великого села, а также Феодора Студита и многих других великих и боговдохновенных отцов, сильно сопротивлявшихся ему. На патриарше же престол он возвел в самый день воскресения Христова выше упомянутого веретика Теодота Милисийского по прозвищу Кассетера, и был он, как мерзое запустение, стоящее на месте святом. Тогда Бог, в праведном гневе своем на нечестие царя, незамедлил наказать его своим судом и попустил внезапное нашествие иноплеменников, то были обитавшие в восточных пустынях аравитяне. Собрав всю свою силу, они вторглись в греческие области, опустошая земли, нападая на палестинские монастыри и, между другими, на обитель святого Саввы, где иночествовал блаженный Феодор со своим братом Феофаном. Святейший патриарх святого града Иерусалима понял, что это казнь за грехи и следствие гнева Божия за бесчестие и отвержение святых икон. Побуждаемый ревностью по православию он начал искать, каким бы образом погасить это пламя и обличить зло, творимое нарушителями артических преданий, вводящими новшества. После некоторых поисков он нашел подходящего для этого дела человека в лице преподобного Феодора, известного своей праведной жизнью и мудростью, дышавшего божественной ревностью и с непоколебимым мужеством стоявшего на страже православия. Оградив его молитвой и утвердив надеждой на Христа, патриарх послал его в царствующий град для обличения беззакония. Дваженный Феодор, как послушный сын, не отказался от исполнения приказания. Готовый немедленно понести за правую веру не только многочисленные труды, но и принять страдания и даже душу свою положить за честь святых икон, он с радостью повиновался. Взяв с собой своего брата Феофана, Феодор отправился в путь из города Сиктарской столицы. Здесь он прежде всего бесстрашно обличил ерести наемника, небывшего пастырем, то есть Феодота Милисийского, лжепатриарха Константинопольского. Преподобный открыто укорял его в том, что он развращает тех, кем и управляет, губит словесных овец стада Христова, питаемых вредной пищей еретического учения, и разоряет церковь правоверия, созидая капище зловерия. Представ затем перед самим царем и имея в устах божественное слово, подобное острому мечу, Феодор начал устрашать царя, ясно доказывая ему, что он не только губит свою душу, но и людей Божиих влечет за собой в погибель, развращая их посредством обмана. В то же время он умолял его снова вернуться к благочестию, остановив злочестивое мудрование. «Может быть», сказал он, «ты умилостивишь таким образом Господа и не испеешь всю чашу гнева Божия, тяготеющего над тобою». Удивившись свободной речи мужа, убедительности его слов, кротости, нрава его бесстрашному дерзновению, царь кротко принял обличение. Призвал его вторично, царь начал дружески беседовать с ним, спросил, кто он, откуда пришел и чего хочет достигнуть своей дерзновенной речью. Сообщив царю о своем отечестве и прибытии из Палестины, святой рассказал также о причине своего прихода, а именно, что нарочно пришел к нему, чтобы открыто вступиться за Божию честь, видя, как бесчестье царя небесного в его иконах и оскорбляет его в лицо, а неправедно гонимых служителей его в лице. «Не подобает, — говорил он, — бояться земного царя больше небесного. Наш долг — обличать царей, если они прогневляют Бога». Затем преподобный стал излагать догматы святой веры и учить воздаянию божественным иконам должного поклонения. Приведя много мест из священного писания, он прибавил, что почитание святых икон есть знак нашей любви и стремления ко Христу, а также свидетельство нашей веры и нашего исповедания и его воплощения. Царь долго спорил с ним, много возражал ему от своего зловерия, но безуспешно, так как слова божественного мужа были тверды, как адамант, а вера его непоколебима, как твердая стена. После долгого спора Феодор победил царя в словопрении и доказал ему несправедливость его воззрений. Что же тогда сделал лукавый царь? Он задумал лестью поколебать непоколебимого, пытаясь мольбой и дарами и обещанием почести склонить Феодора к единомыслию с собою, но не имел успеха. После многих увещаний со стороны царя святой смело и безбоязненно сказал ему «Ты забыл свои обеты, царь, данные тобою Богу, когда архиерей возлагал венец на твою главу. Пощади свою душу, верни церкви украшение ее, не воздвигай брань на Бога судью праведного и крепкого». Тогда царь переменил коварную кротость на свою природную и свойственную во имени звериную ярость. Он приказал долго и сильно бить исповедника Христова Феодора и его брата Феофана, и затем сослать их в заточение в морскому устью, запретив кому бы то ни было подавать им пищу, питье и одежду, чтобы, как говорил нечестивый царь, злые погибли злой смертью. Но когда святые страдали за Христовы иконы, томимые хлея кладом, гладом и жаждаю, Бога, от чтения Бога, от чтения Господь, не замедлил воздать беззаконному своим праведным судом. В скором времени, имеющий общее со зверями ими жестокость, погиб общей с ними смертью, ибо его закололи, как зверя. Гибель эта была предзнаменована в особом откровении, которое получила мать царя незадолго до смерти своего нечестивого сына. Уже много лет она была вдовой и проводила воздержную жизнь. Однажды во сне она имела следующее видение. Ей казалось, что она шла во Влахернскую церковь при чистой Девы Богородице и, входя в дверь, встретила некую пресветлую Деву, окруженной множеством мужей в белых ризах, между тем, как церковь была залита потоками крови. Дева велела одному из мужей, облеченных в белые ризы, почерпнуть и наполнить кровью глиняный сосуд и отдать его матери нечестивого царя, чтобы та выпила. Видя это, мать царя аж с ужасом сказала, я уже много лет не ем мясо по причине моего вдовства и не беру в устать чего-либо кровавого. Как же я буду пить эту кровь? Тогда пресветлая Дева с гневом спросила ее, зачем же сын твой не перестает исполнять-то крови и этим прогневлять меня и моего божественного сына. Здесь сон прервался, и мать царя тотчас же проснулась в страхе и трепете. С этих пор она стала непрестанной со слезами вещевать своего царственного сына, чтобы он перестал извергать иконы святые и проливать из-за них христианскую кровь. Но второй Иуда, послушный раб ереси и лукавый обманщик, остался неисправимым. Вскоре после того было и второе видение, на этот раз самому царю, за шесть дней до его мучительной кончины. Ему явился в видении с Пятейшей Тарасией, давно уже скончавшейся и бывшей патриархом в царствовании Ирины и Константина. С великим гневом Тарасий повелевал в видении некоему мужу по имени Михаилу ударить царя мечом. Исполняя повеление, Михаил нанес в свою сильный удар мечом и пронзил его. Царь видел все это сам и проснулся в великом трепете, недоумевая, что это должно означать. Думая, что в монастыре Святого Тарасия живет какой-то Михаил, замышляющий убить его, он точно же послал за монахами и, разведывая Михаили, приказал держать их в оковах, пока они не представят ему находящего среди них Михаила. В Константинополе в это время проживал некий воевода по имени Михаил, а по прозвищу Травлей или Валвоз, родом из Аморея. Травлей – значит латинское «волвоз» греческое, по-русски то и другое значит «косноязычный». Этот Михаил сделался впоследствии императором из царства с 820 по 829 год. Прежде он сам много помогал Льву в достижении царского престола, был верен ему и любим ему. Так что Лев даже стал восприемником его сына. Но впоследствии, разгневавшись на царя по какой-то причине, Михаил переменил свою дружбу на вражду и, пируясь со своими друзьями, часто в пьяном виде по неосторожности, злословил царя. Видя, что Михаил враждебно относится к царю, некоторые из тайных врагов последнего присоединились к нему, и число их было немало, они совещались убить царя, а Михаила возвести на царство. Будучи невоздержанный язык, Михаил не скрыл этого, но где-то похвалился, что будет царем. Это слово дошло до царя, и он немедленно схватил Михаила и осудил его на сожжение живым. Связанного Михаила уже вели в банную печь, около которой присутствовал царь, желая сам увидеть его кончину. Это было 24 декабря в канун Рождества Христова. Жена царя Феодосия, узнав об этом, поспешно вышла из своих палат и стала с гневом укорять царя и даже называть его богопротивным за то, что он не почитает даже с пятого дня, когда ему предстоит причастить о божественных тайн. Царь послушался ее и велел вернуть Михаила, отлагая его сожжение до другого времени, а затем обернувшись к царице, сказал, я поступил, как ты велела, жена, и сегодня послушался твоего гневного увещания. Но сама ты, дети наши, увидите, что будет после. Этими словами беззаконный царь невольно изрек о себе пророчество, потому что близка была его кончина. Порожить закона Михаила царь поручил одному из дворцовых стражников по имени Папию, а сам взял себе ключи атаков узника и всю эту ночь провел без сна и в печали. Это скорбел дух его, не ведая, что делать. Ставший царь пошел взглянуть на узника, что тот делает, плачет ли и сетует ли, как то обыкновенно бывает у осужденных на смерть. Открыв тихонько тайную дверь в комнату Папия, он увидел нечто совершенно неожиданное для себя. Именно Михаила, которого надеялся найти сетующим и скорбящим, он увидел в глубоком сне потевающим на высоком и украшенном ложе Папия, а самого Папия дремлющим на голой земле. Царь пришел в ужас среди осужденного узника в таком почете и спокойствии и удалился в гневе, грозясь погубить не только Михаила но и Папия. Это слышал один отрок, находившийся в той же комнате. Узнав царя, он разбудил Михаила и Папии и рассказал им, что приходил царь и грозился погубить их обоих. Все были в страхе, тогда Михаил, без сопротивления царной Папии, поставил своим единомышленникам некого феоктиста с повелением сказать им, если вы теперь же без промедления не приведете в исполнение того, о чем мы совещались, то завтра я расскажу о вас, царю, и обличу каждого поодиночке, чтобы не один я погиб злой смертью, но и вы все умерли вместе со мною. Участники в заговоре испугались такой угрозы и собравшись стали обдумывать, как бы мы избавить из себя и Михаила от угрожающей беды и смерти. Дело было в полночь, и в церквах начиналось обычное всеночное бдение под Рождество Христово. Посоветовавшись, они спрятали оружие под одеждой и пошли к так называемым слоновым деревьям, ведшим в царский дворец. Мешавшись там с царскими певчами, входившими через эти двери во дворцовый церковь, они вместе с ними вошли в церковь как бы на бдение. Царь также пришел в церковь и, стоя на правом клиросе, как он обыкновенно делал, сам начинал церковное пение. Он обладал очень громким голосом. Уже пели каноны, приближалась седьмая песнь, когда заговорщики тихо стали говорить друг другу. Что мы здесь стоим без дела? Скоро кончится пение? Чего же мы ждем? В это самое время царь громко запел «Все царя любовью уловлений отрокисы у кориша». И вот один из заговорщиков, вынув меч из-под одежды, бросился на царя, но ошибся. Вместо царя он ударил регента правого клироса, потому лишь он ростом походил на царя или же потому, что вследствие стужи он имел так же, как и царь, покрытую голову. Когда регент обнажил голову, то ошибка обнаружилась. Сам же царь, увидев их замысел, побежал в алтарь и, схватив крест, стал им защищаться в дверях, отражая удары заговорщиков. Но вот подошел какой-то страшный воин громадного роста. Увидав этого воина, царь начал заклинать его Божиим алтарем, не причинять ему зла. «Теперь время не заклинаний, но убийства», ответил тот, и нанес льву армянину своим оружием сильный удар, жестоко поразив его и отрубив руку вместе с концом креста. Тогда остальные воины начали рубить царя по всему телу. Упав на пол, лев лежал в луже своей крови и еще продолжал дышать. Видя, что он еще дышит, один из воинов отсек ему голову. Так заклонный, как зверь, беззаконный царь на рассвете дня в жестоких мучениях и спустил свой дух. Убит он был на том самом месте, где впервые дерзнул бросить на землю, оплевать и растоптать ногами образ спасителя. Протарствовал лев армянин семь лет и пять месяцев. Но своей жестокостью сравнялся с великими древними гонителями церкви. По совершению убийства тело его было выброшено на площадь города и весь день пролежало неубранным. И не было никого, кто бы пожалел о его смерти, но весь город радовался. Рассказывает еще, что в тот самый час, когда был убит этот окаянный хулитель и кон, был слышен с неба радостный глаз, возвещавший многим смерть защитивого царя. Некоторые моряки, слышавшие этот глаз, записали час и потом узнали, что в это время действительно погиб кровопийца, подобный, согласно своему имени, зверям. С детьми же его случилось в удвоенной степени то, что он сам причинил детям своего предместника, царя Михаила Ронгава. Как было уже сказано выше, он оскопил двух сыновей Михаила. Точно так же были оскоплены его четыре сына – Василий, названный Константином, и предназначенный к царствованию – Савватий, Григорий и Феодосий. Последний не вынес болезни, следующее за оскоплением умер и был погребен вместе с отцом. А Василий, названный Константином, а не имел от той же болезни. Все они были заточены вместе с их матерью. После убиения льва воины отправились к Михаилу и посадили его на царский престол с оковами на ногах, ибо ключ от оков, как было сказано, хранился у самого царя льва. И затем, когда уже наступил день, они разбили оковы и отвели его в собор. Таким образом Михаил травлей венчался на царство в самый день Рождества Христова. Вскоре после воцарения Михаила все христовые исповедники были освобождены из заточения и невозбранно вернулись к себе домой. Хотя новый царь Михаил не был православным и был приверженцем той же иконоборческой ереси, однако он не преследовал православных, предоставляя каждому свободу веровать по-своему. Он был человек, не сведущий в слове Божьем, и не занимался книжным чтением, но был весь погружен в мирскую суету и житейские попечения. Блаженный Феодор со своим братом Феофаном вернулись, однако, не в свое Отечество в Палестину, но в Царьград, удел, доставшийся им для проповедей, и начали открыто исповедовать благочестие, многих отвращая от иконоборческой ереси и наставляя в истинной вере. Жил в то время в Царьграде был некий муж по имени Иоанн, здесь, разумеется, Иоанн Граматик, воспитатель царя Феофила в последствии, 832-842 год, патриарх Константинопольский, умер в заточении, который держался той же ереси, что и царь, и пользовался у него большим влиянием. Нося иноческую одежду и лицемерно показывая себя образцом добродетелей, он обманул не только царя, но и многих членов верховного правительства, так что те его слушали и во всем следовали его лукавым советам. Он зашел на патриарший престол, наследуя еретику Феодоту, будучи сам таким же еретиком. Не желая видеть на свободе Феодора и Феофана этих двух светильников православия, просвещающих весь царственный город, он заключил их в темницу, потом, призвав их к себе для собеседования, долго спорил с ними, но не будучи в состоянии победить их и изгнал их из города, выхлопотав на это особый царский приказ, так как он был учителем и первым советником царя. Этим приказом святые Феодор и Феофан были сосланы заточения в страну, известную под названием «Соспений» местность в окрестностях Константинополя. Но для преподобных исповедников чужая страна стала ради Христа как бы Отечеством, ибо они всюду готовы были пострадать за Христовые иконы. Вскоре после этого царь Михаил скончался, оставив по себе на престоле сына Феофила , усерднее других приверженцев к иконоборщицкой ереси и снова воздвигшего гонения на церковь. Снова начали выбрасывать и предавать по руганию святые иконы. Снова начали готовить для православных истязания, темницы и судилища. Снова возобновились всякого рода неправедные мучительства. Многие, устрашившись слуг, повиновались, хотя впоследствии и покаялись. В это время постигли новое страдание и Феодора. Царю стало известно, что он непоколебим в своем исповедании и непреодолим в своем слове. И как сам чтит иконы, так учит поступать и других. Подтяжен, нечестивый царь приказал взять преподобного Феодора на суд. И вот по царскому повелению привели Блаженного вместе с братом его Феофаном и другими православными к городскому епарху на истязание. Когда после долгого словесного спора, ласкательств и угроз правителя, Феодор не склонился на его убеждения, что Блаженного обнажили и в течение долгого времени сильно били толстыми плетьми. Когда же мучители перестали его бить, он стал посреди судилища ногой и окровавленной, украшенной перед ангелами и людьми, полученными за Христа ранами. Епарху показалось неприличным это зрелище, но святой сказал, «Я борец и вышел бороться к врагам за иконы Господа моего. Борцы же выходят на борьбу волокновенно ногими. Если я увижу изнемогающим кого-нибудь из верных, терпящих теперь от вас раны, то то тяж же вместо него подставлю под удары свое тело. И этим пополни недостаток его терпения. Вот для чего стою я на гимн». О, сильный муж! О, свободная речь! О, усердие к Богу! После того Феодор с братом снова были постом в затопении в Афусию, остров близ Старьграда. Кто расскажет за страдания, вынесенные ими на пути и в указанном месте? Оковы, бури, голод, солнечный зной, ночной мороз, клеветы, ежедневное умирание и восстание. Кто подробно сочтет новые раны, удары, заушения? Достаточно сказать, что ради Христа они с радостью терпели все эти мучения вместе с долгим изгнанием. «Прошло два года, и их снова по царскому приказу привели в Константинополь и представили на испытание самому царю, ибо очень хотелось ему склонить их к своему зловерию. Что они претерпели в это время, явствует из написанного ими впоследствии послания к Иоанну, епископу Кизическому. В этом послании они сами повествуют о себе следующее. Когда нас привели в царский дворец, и мы входили в дверь, то царь показался нам очень страшным и дышащим яростью. Множество придворных отовсюду окружили нас, и мы издали поклонились царю. Он же свирепым голосом и в резких выражениях велел нам подойти ближе к себе и спросил, в какой стране вы родились? Когда мы ответили, в моавицкой стране, он снова спросил, — Затем же вы пришли сюда? И прежде чем мы успели ответить, он приказал бить нас по лицу. И долго заушали нас тяжкими ударами, так что мы едва не упали на пол. И если бы я не схватился за одежду бившего меня, говорит Федор, то упал бы к подножию царского престола. Но, держась за одежду, я неподвижно принимал удары. Когда нас перестали бить, царь снова спросил, — Зачем вы пришли сюда? Мы молчали и смотрели вниз, так как не пришли еще в себя от страданий, причеменных ударами. Тогда царь яростно обратился к близстоявшему правителю и, пылая великим гневом и непристойно бронясь, сказал, — Возьми их отсюда и заклейми их лица, отдай двум сарацинам, чтобы те отвели их в свою землю. Сарацинами назывались у христианских писателей все мусульмане, в особенности же аравитяне. Недалеке стоял какой-то стихотворец, державший в руках хартию с написанными относительно нас готовыми стихами. Царь велел ему прочесть их и прибавил, — Если стихи плохи, то не смущайся этим. А тот ответил, — Достаточно и таких стихов для их поругания. Кто-то из присутствовавших еще заметил, — Они, владыка, даже не достойны лучших. Затем были почтены следующие стихи. Так как все любят посещать град, где пресистые ноги Бога Слова стояли для восстановления Вселенной, и явились во всечестном месте и эти лукавые и нечистые сосуды. Совершив там много постыдного по неверию и злочестию, они прогнаны оттуда, как отступники. Но и прибежав в царствующий град, и тут не оставили своего неистового буйства. Посему заклейненные, как злодеи на лицах, осуждаются и снова изгоняются. Выслушав чтение стихов, царь повелел, — Отвести нас под стражу. Так говорили о себе святые. Когда мы вышли, кто-то догнал нас и повелел вернуться, поспешно доставил нас обратно к царю. Увидев нас, царь сказал, — Мне кажется, что, уходя, вы говорили про себя, мы надругались над царем. Но сначала я сам надругаюсь над вами, и тогда отпущу вас. Сказав это, он велел нас раздеть. После того, как нас обоих раздели, первого начали бить меня, — говорит Федор. Причем сам царь помогал истязателям, и непрестанно кричал, — Бей сильней! И били меня по плечам и по груди без всякой пощады и милости. Пока меня били, я громко восклетал, — Мы ни в чем не согрешили против тебя, царь! А та же Господи, помилуй, Преспятая Богородица, прийди к нам на помощь! Затем стали бить моего брата, который взывал подобным же образом. Преспятая Богородица, бежавшая с сыном своим в Египет, — призрены мои мучения! Господи, Господи, избавляющий слабого от рук сильнейших, не отыми помощи Твоей от нас! В волю надругавшись над нами, царь снова велел отвезти нас под стражу. Все это написали о себе к епископу Кизическому сами доблестные страдальцы. Спустя четыре дня их снова привели к епарху, который ласково сказал им, — Только раз причаститесь, святые, к тайне вместе с нами, и я отпущу вас идти куда захотите. Но блаженный Феодор ответил ему, — Твое предложение, епарх, похоже на то, как если бы кто-нибудь сказал мне, об одном молю тебя, позволь только отсечь тебе голову, а затем можешь идти куда хочешь. Знай, что отвратить нас от правоверия так же трудно, как переставить небо и землю так, чтобы земля стала наверху, а небо внизу. Тогда епарх приказал заклеймить им лица начертанием на них выше указанных стихов. Недавно полученные страдальцами раны еще не зажили и причиняли им страшную боль. Несмотря на это их растянули на досках лицами кверху и начали колоть им лица нарочно приготовленными орудиями, выбивая на них выше приведенные стихи. Весь день мучили их этими начертаниями. И только когда зашло солнце и наступили сумерки, мучители прекратили истязания. Уходя от епарха, начертанные страдальцы сказали, знайте все находящиеся здесь, что стоящий на страже рай Херувим отступит при нашем приходе, увидав на наших лицах эти начертания, и отпустит свое пламенное оружие, опустит, открывая нам свободный доступ в рай. Ибо еще от века не было этого нового мучения, причиненного нам ныне. И во всяком случае эти начертания будут и на лики Христовым, и на вас падет вина всем, ибо он говорит, «Так как вы сделали это одному из меньших сих братьев моих, то сделали мне». После этого нового и бесчеловечного мучения, понесенного за святые иконы, когда кровь еще не перестала струиться, святых заключили в темницу, а затем по повелению вышеупомянутого Иоанна, бывшего в то время патриархом, снова сослали в заточение, в Апомею Весинскую. При этом был одан приказ, чтобы, когда они там умрут, не сподоблять их тело погребения, но выбросить далеко за город, как трупы животных. По пути на место заточения святых исповедников случилось им пройти мимо того острова, где жил в то время также в заточении за святые иконы святой Мефодий, впоследствии патриарх царь Градский с 842-846 год. Он сидел там запертый в гробовой пещере с двумя разбойниками и получал пищу от какого-то рыбака. Случайно встретившись по дороге с этим рыбаком, святые разузнали от него все о святом Мефодии, не имея возможности увидеться с ним по жестокости сопровождавших их воинов. Они написали и послали к нему при помощи того же рыбака следующее небольшое стихотворение «Живому мертвецу и мертвому животворцу, живущему на земле и попирающему землю, пишут начертанные узники узнику». Пятой Мефодий утешился духом прочтая эти стихи, а узнав еще о преподобных страстотерпцах из рассказа рыбака, он воздал благодарение Богу, укрепившему их на такой подвиг, и написал им стихами же следующее «Вписанных в книги небесные двух запечатленных по лицу тех, кто погребен раньше смерти, приветствует соузник живопогребенный». Ведомые воинами, преподобные достигли Апамеи, неся на телах достоверное знамение своей благочестивой веры во Христа. Там они были заключены в темницу. Будучи уже преклонного возраста, преподобный Феодор изнемог здесь от многочисленных ран и перенесенных трудов. В день памяти святого первомученика Стефана он почил о Господе и отошел в вечное успокоение, оставив самое многострадальное тело в оковах за Христа подъятых. Преподобный Феофан, его брат по плоти и по духу, оплакав свое разлучение с братом и пропев надгробные песнопения над ним, положил его в деревянный гроб, рассказывая, что один великий по своим добродетелям старец случайно был в Апамее во время представления преподобного Феодора и услыхал ангельское пение с высоты, возвещавшее о торжественном восшествии души мученика вместе с ангелами на небо. По смерти царя Феофила церкви был дарован мир. Благочестивая царица Феодора со своим сыном Михаилом возвратила из заточения всех святых отцов и воздала им честь и хвалу. Тогда освободили от темничного заключения святого Феофана. Он вместе с прочими пришел в Старград, неся на своем челе знамение своей победы над зловерием и был почитаем среди святых отцов, как херувим среди ангелов. В первую неделю Святой Четыридесятницы были с великим торжеством внесены в церковь святые иконы. На это торжество блаженный Феофан написал и воспел прекрасный канон. Затем он был поставлен в митрополиты города Никея и рукоположен святым патриархом Мефодием, тем самым, который был раньше заключен в гробовой пещере. Таким-то образом, воссиял свет православия и благодатью Христовую, совершенно была прогнана тьма иконоборческой ереси, в течение ста двадцати лет смущавшая и помрачавшая Божию Церковь. Вскоре после того были перенесены из Апомеи в Халкидон мощи исповедника Христова Преподобного Феодора, причем от них подавалось многим много исцелений во славу Христа Бога с Отцом и Святым Духом, славимого во веки. Аминь. Богу нашему слава во веки веков. Аминь. Просим, приходите, подписывайтесь, будете регулярно получать с нашего канала. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»